Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Сегодня мы прочитаем послание Еремии, это не каноническая книга. Как мы ее будем читать? Я прочитаю отрывочек, затем я его дам толкование, и мы пойдем дальше. Итак, заголовок этой книги. Список посланий, которые послал Еремия к пленникам от Вадима Вавилона, царям Вавилонским, чтобы возвестить им, что повелено ему Богом. О каком событии говорит автор этой книги? Это событие, связанное с Вавилонским пленом. Евреи несколько раз подвергались этому уводу в плен. Сначала в 597 году увели элиту общества, а в 586 году увели практически всех евреев в Вавилонский плен. То есть о каком уводе в плен здесь речь непонятна. Если обратиться к канонической книге, то обычно пророк пишет более подробно, но в данном случае книга не каноническая, и скорее всего, конечно, писал не Еремия. Далее говорится о том, почему это произошло, и что будет в Вавилоне. За грехи, которыми вы согрешили перед Богом, будете отведены пленникам Вавилона Новохудоносором, царем Вавилонским. Войдя в Вавилон, вы пробудете там многие годы, и долгое время, даже до семи родов после же сего, я выведу вас оттуда с миром. Священное Писание неоднократно подчеркивает, что причины, почему евреев увели в плен, это были их грехи, которые повторялись из поколения в поколение. Новохудоносор, который здесь назван, это царь Вавилонский, который осуществил несколько захватов Иерусалима. В первый раз он там захватил и просто увел часть людей, а второй раз он захватывает, уничтожает Иерусалим и храм. Далее автор говорит о том, что пленники пробудут долгое время, даже до семи родов. В канонической книге пророка Иеремии сказано, что там будет 70 лет. Это так и произошло. Евреи были отпущены из плена в 539 году. А здесь о семи родах. Это если род это 30-40 лет, то получается там 210-280 лет. И это, кстати, место тоже свидетельствует о том, что книга написана не пророком Иеремии. Это время уже другой исторической эпохи. Это не время персов, это время уже греков. Однако пророчество о том, что евреи будут в плену и вернуться из плена, оно исполнилось. Пророчество звучит, например, в книге пророка Иса и в пророка Иеремии. И они действительно пришли с миром. Читаем дальше. «Теперь вы видите в Вавилоне богов серебряных и золотых и деревянных, носимых на плечах, внушайших страх язычникам. Берегитесь же, чтобы и вам не сделаться подобными иноплеменникам, чтобы страх перед ними не владел и вами. Видя толпы спереди и сзади им поклоняющими перед ними, скажете в имя, тебе должно поклоняться ладыка. «Ибо ангел мой с вами, и он защитник душ ваших». Давайте здесь разберемся о том, какая угроза будет у евреев. Это боги. Это, точнее, не боги, это идолы этих богов. Серебряные, золотые, деревянные. Этих богов носят на плечах. То есть такие процессии, которые действительно были в Вавилонии, да и не только в Вавилонии. И им поклоняются, эти боги внушают страх. Потом этот страх будет разрушен в этом послании. Но вот эта проблема. О какой проблеме вообще говорит пророк, или, точнее, автор этого послания? Значит, евреи жили, когда они жили в Палестине, в Ханаане, точнее, они жили достаточно скромно и бедно. Раскопки показывают, что не было там у них шедевров архитектуры. Если же посмотреть на то поклонение, которое совершалось в храме, то это было достаточно скромное поклонение. То есть оно не было пышное. Плюс к этому оно как бы не било по глазам. То есть вот здесь описываются идолы, которых носят, которые там из драгоценных металлов им поклоняются. Ничего подобного в иудаизме не было. Никаких процессий, никаких идолов. Все достаточно скромно. Люди стояли возле храма, поклонялись Богу, в храме совершали жертвоприношение и кождение, но больше ничего. И вот эти люди попадают в Вавилонию. Вавилон – это действительно грандиозный город. Его раскапывали, раскапывают и будут еще раскапывать. Но те находки, которые известны, они впечатляют. Одно из известнейших находок – это так называемые ворота Иштар. Это очень красивое сооружение, покрытое такими голубоватыми пластинками с барельефами. Очень-очень красивое. И то есть евреи оказываются в этом городе, смотрят вокруг вот эти огромные храмы, огромные там здания. Все очень красиво, все очень пышно, все очень так впечатляюще. И вот они могли бы впасть в идолопоклонство. И как бы такой, знаете, у нас у евреев есть свой бог, и у Вавилониян есть свои боги. Эти боги оказались сильнее нашего бога, и поэтому мы должны поклоняться именно этим богам. Нет. Автор книги говорит, что человек, увидев все вот это, все это иберопоклонство, должен сказать себе, тебе должно поклоняться Владыка. Более того, здесь вот в шестом стихе сказано «Ибо ангел мой с вами, и он защитник душ ваших». Про какого ангела идет речь? В священном писании, ну как бы так можем назвать, в древних книгах Ветхого Завета, то есть там в Пятикнижии, в книге Иисуса Новина, в книге Судей, упомянут некий ангел, который хоть и назван ангелом, однако действует и говорит как бог, и более того, его называют как богом. Очень большой такой экспорт, просто назовем эти такие места. Например, этот ангел является Агаре дважды, он является Аврааму, он является Иакову, он является Моисеем, он является Иисусу Новину, он появляется в книге Судей, в истории, когда речь идет о Маное, отце Самсона, он является Аврааму. И вот он там назван ангелом, однако он говорит и действует как бог. Для нас это сейчас не важно, разбирайтесь все отрывки. И по мнению экзегетов, вот когда речь идет об ангеле в этих книгах, на самом деле речь идет о боге, и более того, христианские экзегеты считают, что под этим ангелом скрывается, или так, идет речь о втором лице Пресвятой Троицы. Но это древние книги Ветхого Завета, в новых книгах, более поздних книгах, упоминаются ангелы, которые действуют. Это действительно ангелы, назовем так, с ангель, ангельской природой. И вот если мы обратимся к книге пророка Даниила, то там будет речь идти о ангелах народов. И конкретно у евреев есть свой ангел, которого бог посылает для защиты еврейского народа. И возможно, все-таки, так как книга более поздняя, речь все-таки идет, конечно, об таком ангеле, которого бог послал для всего еврейского народа. Дальше идет описание идолов, и давайте мы прочитаем эти описания. Язык их, то есть язык идолов, выстроган художником, и сами они оправлены в золото и серебро. Но они ложные и не могут говорить. И как бы для девицы, любящих украшения, берут они золото и приготовляют венцы на голову богов своих. Бывает также, что жрецы похищают богов своих золото и серебро и употребляют его на себя самих. Уделяют от того и будницам под их кровом. Украшают богов золотых, серебряных и деревянных одеждами, как людей. Но они не спасаются от ржавчины и моли, хотя обличены в пурпурную одежду. Обтирают лица их от пыли и капища, которое на них очень много. Имеет и скиптор, как человек, судья страны, но не может умертвить виноват перед ним. Имеет меч в правой руке и скиптор, а себя самого от войск и разбойников не защитит. Отсюда познаются, что они не боги. И так, не бойтесь их. Здесь обыгрывается так. У них есть язык, но они ничего не говорят. У них есть скипетр, но они не имеют власти. У них есть скиптор, меч. Однако, сами себя защитить не могут. Более того, то золото, которыми их украшают, как девушка одевает на себе серьги, цепочки и так далее. И вот это золото жрецы похищают и употребляют для самих себя, в том числе и для блудниц. Здесь что интересно. Сами жрецы, которые похищают это золото, они не считают, что эти идолы являются богами. Потому что, такая логика, золото и серебро, это просто золото и серебро. Но если это золото и серебро посвятили богу или богам, то такие драгоценные металлы становятся святынью. И уж они не могут использоваться для обычных нужд. Тем более, чтобы платить проститутке. Также еще говорится о том, что, несмотря на то, что эти идолы одеты в одежду, эта одежда поедается молью или ржавчиной. Для нас это, может быть, покажется необычным, но действительно идолов одевали в одежды. И по сей день в тех религиях, в которых есть идолопоклонство, язычество, действительно идолов одевают. Одевают какие-то красивые одежды. Ну и еще с сатирую говорится о том, что у них на лице пыль. Эту пыль должны другие вытирать, а сами боги это не могут. Ну, здесь такой сделается вывод. Смотрите, какие же это боги. Они точно не боги. Здесь важно понять следующее. Когда мы смотрим на вот это описание, то мы можем не понять претензий. Ну, ведь это же идолы, да, там. А вот что такое идол? И, возможно, когда мы размышляем над тем, что такое идол, мы волей-неволей понимаем идол, как православные христиане понимают иконы. То есть вот есть бог, а есть икона. Иконы и бог – это не одно и то же. Поклоняясь перед иконой, на самом деле верующий поклоняется богу, который изображен на этой иконе. Но для язычников это было не так. Для язычников идолы – это вместилище богов. То есть как бы боги живут в идоле, и идол является телом бога. То есть это действительно для язычника бог. И поэтому вот эти сатиры против этих богов, то, что вот у них лицо пыльное, но они вытереть не могут. Оно как бы било. Хорошо. Идемте дальше. Ибо как разбитый сосуд делается бесполезным для человека, так и боги их. После того, как они поставлены в капище, глаза их полны пыли от ног входящих. И как у нынешнего оскорбления царю заграждаются входы в жилье, когда он отводится на смерть, так и капища и хранят жрецы их дверями и замками-засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками. Зажигают для них светильники и боли, нежели для себя самих. Они ни одного из них не могут видеть. Они как бревна в доме. Сердце их, говорят, точат черви земляные, седает их самих и одежду их. Они не чувствуют лица их черные от курений в капищах. На тело их и на голову их налетают летучие мыши и ласточки и другие птицы. Лазают по ним ним и кошки. И это разумеет, что это не боги. Так не бойтесь их. Что имеется в виду, почему сравнивается с разбитым сосудом? Есть боги, которые сделаны из дерева. Их сделали и поставили. И больше никакой пользы они не приносят. В конце концов, вот эту деревяшку, из которого это боги были сделаны, ее можно было просто сжечь и на ней что-нибудь приготовить. Или сделать какой-нибудь столб в доме. Или еще что-то бесполезное. Серебро, золото, камень – то же самое. Ее можно было серебро и золото пустить на какое-то дело, а из камня сделать какую-то полезную вещь. Однако, вместо этого были сделаны идолы, которые абсолютно бесполезны. Глаза их запорошены. Здесь, во-первых, что нас обсмеивается? Значит, они не могут вытереть глаза. А во-вторых, когда грязь попадает в глаза, они ничего не видят. Но здесь, возможно, имеется в виду именно вот это. А как они могут видеть, если у них глаза забиты грязью? Более того, эти так называемые боги были поставлены, и их отхраняют от разбойников. Потому что всегда были те люди, которые понимали, что эти идолы не боги, и пытались на них нажиться, украв либо их самих, либо какие-то украшения, либо подношения. И поэтому этих богов запирают, закрывают. Есть охрана, которая не пускает никого туда. Но если это боги, они же должны сами себя защищать. Зачем им охрана и засовы? Для них горят светильники, но они все равно ничего не видят. Это бревна их сердца точит. Жуки-точильщики, червяки съедают. Но это ничего никак не влияет на этих богов. Они это все равно не чувствуют. Ну и еще здесь такие тоже высмеивания этих богов. Налетают летучие мыши, ласточки и другие птицы. Здесь автор не стал говорить, что делают эти летучие мыши и вообще эти птицы. Мы понимаем, что эти птицы на этих идолов просто гадят, как на статуи. Здесь упомянуты еще и кошки, которые по ним лазают. Значит, это единственное место в Священном Писании, где кошки упомянуты. Ну а чего там кошки-то? Среди православных есть такое мнение, что кошка это чистое животное. С точки зрения Ветхого Завета нет. Кошка такое же нечистое животное, как и собака. Ну и как бы здесь вот эти летучие мыши и кошки это нечистое животное. Летучие мыши тоже нечистое животное. В Библии она вообще птицей названа. Вот и как бы вот это нечистое лазит по этим, там гадит на нее. Ну как этому можно поклоняться? Дальше звучит тот же рефрен, который звучал в предыдущем отрывке. Это не боги, не бойтесь их. Читаем дальше. Если кто не очистит ржавчины золота, которые они обложены для красы, то они будут блестеть. И когда выливали их, они не чувствовали. За большую цену они куплены, а духа нет в них. Безногие они носятся на плечах, показывая через то свое ничтожество людям. Посрамляются же и сужащим, потому что в случаях падения их на землю сами собой они не могут встать. Так же, если кто поставил их прямо, не могут сами с собой двигаться, если бы кто наклонил их, не могут выпрямиться. Но как перед мертвым полагают перед ними дары, жертвы жрецы продают и заупотребляют ими. Равные жены их, часть из них солят, и ничего не делят ни нищему, ни больному. К жертвам их прикасаются женщины, чистые и родильницы. И так, познав из всего, что они не бойтесь их. Значит, здесь оговаривается о том, что они, эти боги, не чувствуют ничего. Они могут упасть и не могут подняться. Их нужно носить. Если они наклонятся, то их невозможно выпрямить. И перед ними полагают дары. Но смысл в этой фразе, что это полагают дары перед мертвым. Живой человек может поесть, а трупу хоть рот открывай, и засовывай, ничего не произойдет. Здесь то же самое. Эти боги вроде им приносят дары перед этими идолами, и предполагается, что они будут есть их, но они не едят, потому что они мертвые. Более того, те жертвы, которые приносят, забирают жрецы, они ими злоупотребляют, отдают женам. И вот здесь очень интересно, что жены и жрецы употребляют, но ничего не уделяют нищему, ни больному. Значит, о чем здесь речь? Слово, которое используется здесь как жрец, это то же самое слово, которое обозначает священника, еврейского священника. Еврейские священники тоже питались от храма, тоже питались от жертвенника. Но вот была одна особенность. Получив какое-то вознаграждение, еврейские жрецы, еврейские священники, должны были из этого выделять определенную сумму, которая должна была считаться десятиной этих священников. Еще в 28 стихе указывается на одну особенность, которая будет понятна из Ветхого Завета. К жертвам их прикасаются женщины нечистые и родильницы. В Ветхом Завете есть такое понятие, как ритуальная нечистота. Человек, который находится в состоянии ритуальной нечистоты, не может участвовать в культе и, соответственно, прикасаться к тому, что с этим культом связано. Женщина во время месячных и женщина после родов считается ритуальной нечистой. То есть она не может участвовать в культе и, соответственно, не может прикасаться к жертве. До жертвоприношения или после жертвоприношения здесь же говорится о том, что к этим жертвам прикасаются нечистые женщины, то есть женщины во время месячных и те, которые родили. И снова звучит тот же самый рефрен. Они не боги, не бойтесь их. Читаем дальше. Как же назвать их богами? Женщины приносят жертвы этим серебряным, золотым и деревянным богам. И в капище сидят жрецы в разроданных одеждах с обритыми головами, с бородами и с покрытыми головами. Ревут они своплем пред своими богами, как иные на поминках по умершим. Некоторые из одежды их жрецы берут себе и одевают ими своих жен и детей. Если испытывают от кого-то либо зло или доброе, не могут воздать, не могут поставить царя, не сложить его. Равно ни богатства, ни даже мелкой медной монеты они не могут дать. Если кто, обещав им обед, не исполнит было его, не взыщет. От смерти человека не избавят и слабейшего усиленно не отнимут. Человеку слепому не возвратят зрение, человеку в нужде не помогут. Вдове не окажут сострадание, и сироте не сделают добра. Камням из гор подобны эти боги, деревянные и оправленные золотой и сербро, и служащие их посрамятся. Как же можно подумать и сказать, что они боги? Как же назвать их богами? Женщины приносят жертвы эти серебряным, золотым, деревянным богам. В еврейском культе жертву приносили только мужчины, хотя в жертвоприношении могли участвовать женщины. Дальше идет описание плача над умершими богами. И это было действительно в язычестве. Существовали такие культы, особенно они были распространены в Малой Азии, когда оплакивали умершего бога. Например, плач по Томузу или плач по Адонису. Дальше та мерзость, которая происходит, то, что вот у этих идолов забирают одежду, и они ничего не говорят против. Перечисляются, что мог бы сделать истинный бог, но не делают идолы. Перечисляются, что не могут воздать, не могут помочь и не оказывать сострадания. И говорят о том, автор говорит о том, что эти боги подобны камням на горе. То есть лежат камни и лежат. Пользы от них никакой. Чтобы какая-то польза, нужно камень этот принести, использовать, обработать. А это просто камни валяются. Ну и такой автор задает риторический вопрос. Как же можно подумать или сказать, что они боги? Читаем дальше. К тому же сами халдеи обращаются с ними непочтительно. Они, когда увидят немого, не могу еще говорить, приносят к валу и требуют, чтобы он говорил, как будто он может чувствовать. Не могут они, заметив это, оставить их, потому что не имеется... И не могут они заметив это, оставить их, потому что не имеют смысла. Женщины, обвязавшие тростниковым поясом, сидят на улице, сжигая курение из оливковых зерен. И когда какая-либо из них, увлеченная проходящим переспит с ними, попрекает свою подругу, что та не удостоена того же, как она, и что пересе не разорвано. Все совершающее у них ложно. Посему как можно думать или говорить, что они боги. Значит, кто такие халдеи? халдеи – это было племя, которое жило в Месопотамии, но потом это имя вообще распространилось на всех жителей Междуречья. Вот. И здесь описываются некоторые моменты в культе. Значит, они видят немого, приводят этого немого к валу. в данном случае вал – это обозначение просто какого-то языческого идола. Пытаются совершить чудо, этого не происходит. Вот. Даже замечая, что это не произошло, эти люди не оставляют идолопоклонцы. Почему? Потому что у них нет разума, у них нет смысла. Вот. Дальше описывается такой момент, как ритуальная проституция. Женщины сидят при этих капищах, и этих женщин должен к ним обратиться какой-то проходящий мимо. Они вступают в половую связь, и это происходит один раз, и считается, что это такой дар богу или богине. Вот. И для евреев, которые были очень щепетильны в вопросах половой чистоты, это, конечно, воспринималось как просто огромная мерзость. Ну, и снова вот этот вопрос, который уже звучал, посему как можно думать или говорить, что они боги. Автор дальше продолжает говорить о бесселеидов, мы же читаем дальше. Устроенные художниками и плавильщиками золота, ничем иным они не делаются, как тем, чем желали их сделать художники. И те, которые приготовляют их, не бывает долговечны. Как же сделанные ими могут быть богами? Они остали по себе ложь и срам своим потомкам. Когда постигает их война и бедствия, жильцы совершают совещаться между собой, где бы им скрыться с ними. Как же не понять, что те не боги, которых сами себя не спасают, не от войн, нет бедствий. Как же так, как они деревянные, оправленные в золото и серебро, то можно познать, что они ложь. Всем народам и царям сделается ясным, что это не аргументы. Эти идолы сделаны людьми. Причем вот тот внешний вид, который придали этим идолам, это внешний вид изобретения человека. То есть человек захотелось сделать бога вот таким, и они таким его и сделали. Плюс к этому такой немножко странный аргумент, но все-таки он приводится. Если это боги, то получается эти боги сделаны руками недолговечного человека. И как же недолговечный человек может сделать бога? Вот то, что сделали художники, плавильщики, это срам и позор для потомков. Еще один такой аргумент у бессилии идолов. Начинается война, жрицы сидят и думают, куда нам бы унести этих идолов, чтобы они не попали в руки врагов. Тем более, человек, смотря на идола, должен понимать, что это же произведение искусства, произведение искусства, в данном случае искусственное. Ну и понятно, что это не боги. Хорошо, идемте дальше. Страна, царя стране они не поставят, дождя людям не дадут, суда они рассудят, обиде защищат, будучи бессильны, как вороны, находящиеся между небом и землей, ибо и в том случае, когда подвергается их пожару капища богов деревянных и оправленных в золото и серебро, жрицы их убегут и спасутся. Они сами как бревна в середине сгорят. Ни царей, ни врагов они не могут противостоять. Как же можно принять или подумать, что они боги? То есть они не могут поставить царя, они могут дать дождя, они не выносят суд, не защищают обидимых, они бессильны. И вот здесь фраза стоит, как ворон, находящий между небом и землей. В данном случае речь идет облаках, находящиеся между небом и землей. Вот еще такой злая сатира на этих богов, что начинается пожар, люди разбегаются, а идолы просто сгорают. Врагам они могут противостоять, что уже говорилось, и автор повторяет раз за разом. Кто бы мог принять или подумать, что это боги? Далее не от воров и не отграбительны и могут хранить самих себя эти боги деревянные и оправленные серебро и золото. Превосходя их силу, они снимают золото и серебро одежды, которые на них уходят с добычи, а эти себе самих не силу помочь. Поэтому лучше царь, выказывающий мужество или полезный в доме сосуд, который употребляется хозяин, нежные ложные боги, или лучше дверь в доме, охраняющем имущество нежели ложные боги, или лучше деревянный столб в царском дворце, нежели ложные боги. Аргумент. Если это боги, то почему разбойники могут их обобрать? Получается, что разбойники сильнее этих богов. и поэтому такой автор делает вывод, лучше смелый царь, чем эти боги, лучше какой-нибудь горшок в доме, лучше дверь, потому что дверь можно дверью закрыть, и она защитит дом от грабителей, чем эти боги, которые ничего не могут сделать. Ну и даже какой-нибудь столб который стоит в доме, он куда более нужный, чем эти боги. Хорошо. Солнце и луна и звезды, будучи светлой и посылаемой ради потребностей, благопослушны. Также и молния каждый раз, как является ясно видна, также ветер во всякой стране веет, и облака, которые поверяет им бог пройти над всей вселенной исполнены повелением. Тоже огонь свыше неспосылами для истребления горы и лесов делать, что назначено. А эти не подобны им ни видам, ни силам. Почему же можно подумать или сказать, что они боги, когда они не сильны, ни суда рассудить, ни добра делать людям, и так зная, что они не боги, не бойтесь их. Предметы и природные явления, которые есть в этом мире, они послушны, послушны богу, и приносят пользу. Солнце, луна, звезды светят, молния, она видна, и она тоже нужна. Ветер дует. Ну и соответственно, если сравнить с идолами, то ничего подобного нет. То есть даже какой-нибудь ветер, он куда более важен, более нужен, более полезен, чем эти идолы. Ну и соответственно, автор повторяет ту мысль, которая у него уже звучала, что они не боги, и соответственно, не бойтесь их. То есть вы оказались в Вавилонии, столкнулись с языческим культом, не обращайте на это внимание. Царя не проклянут, не благословят, знамения не покажут на небе и пред народами, не светят, как солнце, и не сияют, как луна. Звери лучше их, они, убегая под кровь, могут помочь себе, и так ничего не видно нам, что они боги, посему не бойтесь их. Здесь, конечно, не звучит прямо, но можно прочитать, что есть противопоставление, есть истинный бог, который делает благословение, проклятие, знамение, дает свет, и это не могут сделать боги. вот эти боги, эти идолы. Вот, поэтому не надо бояться. В конце автор снова повторяет те же мысли, которые звучали ранее. Давайте их прочитаем. Как пугало в огороде ничего не сбережет, и как их деревянные отправленные золото и серебро боги, равным образом их деревянные отправленные золото и серебро боги, подобно терновому кусту саду, на которых садятся всякие птицы, так же и трупу, брошенному во тьме. Из пурпура и червеницы, которые сливают на них, вы можете разуметь, что они не боги, да и сами они будут наконец съедены, будут позором стране. Значит, как пугало в огороде оно стоит, но птицы его не боятся, так и эти боги. Дальше там используется выражение терновый куст, но скорее всего автор снова продолжает говорить о пугале. вот здесь так можно знаете, как такая тоже такой тонкий юмор. Стоит пугало в огороде, птицы сначала его пугаются, потом подлетают, садятся на это пугало, и внимания на него не обращают. Подобные эти боги, они вроде бы и страшные, но никого они не пугают. Труп это что-то нечистое, к которому нельзя прикасаться. Боги должны быть вечные. Эти боги истлевают, более того, они будут съедены, в данном случае, червяками. И когда, знаете, вот он бог, а потом раз он рассыпается весь в червоточинах, это, конечно, такой позор. последний стих 72 этой книги, «Итак, лучший человек праведный, не имеющий идолов, ибо он далеко от позора». Это последнее наставление. Лучший человек должен жить правильно, то есть по закону, который дал Господь через Моисея, у него не должно быть идолов, и он не опозорится. Вот это послание Еремии, которое посвящено обличению идолопоклонства и бессмысленности идолопоклонства. Мы прочитали. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами были на библейском портале Экзегет. Всего доброго, до встречи. Дмитрий